привет друзья вы на канале очень вкусная еда а я ем арахис слегка присоленный я как-то рылся пару дней назад в старых кулинарных книжках нашел там один интересный рецепт хочу предложить вашему внимание как пишут книжки этот рецепт подавался в ресторанах советского союза но я что не помню я уже застал годы 80 может раньше его подавали поэтому я попробую приготовить а вы оценить ну что поехали так друзья мы возьмем батон тут конечно германии батон не такой как в союзе был но что-то похожее и замочим его в молоке чтобы добавить в наш фарш который станет именно основой рулета а мы готовим сегодня рулет с макаронами и яйцо только у нас начинка будет макароны с яйцом а верхняя оболочка рулета будет из фарша я думаю такого вы не пробовали в своей жизни замачиваем батон в молоке у нас здесь получается фарш наполовину свина говяжий 500 грамм мы добавляем батон который в молоке размяк мы его чуть-чуть помешали сейчас мясо с хлебом соединиться в одно целое чтобы знать основы рулетика который мы будем делать сегодня естественно мы когда вы мешаем добавим немножечко соли перца но каждый ложек по своему вкусу то множечко тут немножечко дело на любителя еще раз хочу напомнить что специи каждый ложит какие ему нравятся вот но стандартная версия это соль черный перец фарш готов дадим ему немножко отдохнуть для начинки мы сварили макарошки вот такого вида они сейчас у нас практически остыли и нам их нужно перемешать с кукулечками вернее с яйцами которые сейчас нарезаются в произвольной форме а потом мы их смешаем с макаронами так вот пошли вареные яйца макароны с вареным яйцом это классика это всегда вкусно всегда обалденно вкусно и сейчас для смазки добавим немножко сливочного масла опять же каждый добавляет на любителя сколько кто любит смазки ну все это теперь надо мягенько перемешать вот так вот нежно ручками чтобы было все красиво ну ингредиент соединились друг с другом начинка готова осталось немножко посолить если кто хочет острого перца может тоже добавить но мы готовим строго по рецепту сегодня так процесс начинается мы берем кухонное полотенце намачиваем его хорошо и начинаем формировать наш рулетик для чего намачиваем да потому что на мокром полотенце не пристает фарш нам надо сделать вот такой вот блинчик где бы мы могли разместить начинку теперь берем начинку и примерно по центру ее выкладываем а теперь мы начинаем заворачивать самый важный процесс о какая красота боковинки мы запечатываем конечно ну и положим моего швом вниз вот такой гляньте какой красивый рулетик у нас получился теперь мы проделаем нем три-четыре дырочки чтобы воздух выходил я так понял дырок будет больше нет точно положились в четыре так теперь рулетик мы обмажем яйцом там чуть-чуть молока есть но так будет но так будет румяненькой корочкой но сверху обычную панировку берем и слегка посыпаем теперь мы отправляем наш рулет духовку 180 градусов примерно на 30 минут будем смотреть по готовности что друзья мне самому очень интересно что получилось из всего этого я взял немножко сметанки можно взять любой соус кетчуп майонез в принципе кто что любит мне почему-то захотелось именно сметанки обалденно вкусно вкусняшка друзья кому понравился рецепт ставим лайки подписываемся на канал мы будем радовать вас новыми рецептами ну а мы увидимся в следующем видео пока 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 я